Всем почули! Добро пожаловать на мой канал Парфюмерии! Посмотрите, какая у меня здесь красотень! Шикарный букет! Надо бежать домой, ставить его в воду. Была я в городе, получила красивейший букет и протестировала кое-какие ароматы. Ну, небольшое вступление, что я видела и что мне понравилось, а что мне не понравилось. А потом мы поговорим про новинку от Томфорд. Солей де Фею. Наверное, так должно красиво звучать новинка очередная. Увидела в последнюю секунду уже на выходе большой плакат и думаю, это, наверное, новинка. Если такой большой плакатище стоит в корнере Томфорд. Погода стандартная, классическая, такая пасмурная и, как вы видите, стало прохладно. Прям не могу налюбоваться на этот букет. Красотища! Посмотрите, у меня вся рука красная, зашла в Сифору. Видела у одного блогера, у одной блогерши, она показывала свои бьюти-новинки, фавориты и там она показывала всякие блески для губ. И решила я, наконец-то, зайти в Сифору и протестировать. Помада Рианы недешевая, красивый цвет, красный такой. Вот здесь он у меня остался. Решила я опять обратиться к бренду Диптик и протестировать там что-то. Тут недавно была у них лимитка, такой ирисовый аромат, мутный. И сейчас его нет. Но я не думаю, что это прям новый-новый аромат. Лимитка была во флаконе. Протестировала я довольно-таки много. Что там? У них такие красивые блотеры. Я поставлю картинку, я немножко поснимала. Ароматов 6 или 7 я затестировала. И приятные, много ирисовых ароматов. Но я не определилась с тем, что прям хочу. Понравился мне 30 миллилитров парфюмерной воды. Вода розовая. И он такой малепусенько, такой классный. Досон тоже классный. С золотой эмблемкой он прям такой кожаный-кожаный. Но я про это знала, читала, что этот аромат про кожу. В корнер Лилабу зашел мужчина и сразу взял какой-то парфюм. Мои догадки, что это Сантал 33. Потом, пока он ждал, что ему запакуют это в подарочную упаковку, он взял 100 миллилитров. И там стоят на столике бутылочки пустые. Как выглядит 50 миллилитров и как 100 миллилитров. Он переслушал все флаконы. И опять я ждала, пока освободится корнер Лилабу. И затестировала Бергамот. И Бергамот классический, классный, свежий Бергамот. Но цена, конечно же, не сильно позволяет, чтобы прийти и просто купить флакон Лилабу. Не раз уже спрашивали меня, тестировала ли я новинки от Мэмо. И решила тут поискать корнер Мэмо. У нас подвезли много брендов. И я заметила, что все переделали, конечно же, переставили. Что-то добавили, что-то убавили. И Мэмо теперь не представлен корнер. Добавились какие-то испанские бренды. Это Эмиль. Отдельный большой корнер на Парфам с Де Морли. Лилабу. И Киллиан переделали. И Диптик, и Байредо. И нету теперь Мэмо. Теперь не знаю, где я буду тестировать эти ароматы, новиночки от Мэмо. В Сифории как-то не оказалось салфеток, поэтому это все выглядит ужасно. По карманам распихала тестеры. И здесь у меня Том Форд. И выглядит он тоже ужасно, потому что мне пришлось вот эти помады от Рианы стирать этим блотером. Новинка от Том Форд. Затестировала я много чего. Решила обновить в памяти Лав Дон Бишай от Киллиан. Ну это прям такие зефирки, прям слышу Ариану. Вот эта пудровость, кремовость, которая мне не нравится. И которая есть в принципе с Алей Брюлянт от Том Форд. Очень выпирающая. Старт такой был красивый, но потом все это запудрилось. И здесь, и инфас я опять нанесла, правда на блотер. Много бергамот отлила бы, слышу. Такой вкусный, свеженький. На лето вообще топчик, но по цене бы другой бы его взять. И хотела вам рассказать про новинку, мои первые впечатления про Том Форд. Вообще пирамида, я когда увидела, я была шокирована. То есть после того, как я затестировала, услышала и думаю, а что же там? Думаю, действительно ли я слышу то, что я слышу. Потому что аромат очень отличается от всех солей. Хотя солей неж я не тестировала. Но здесь такой пламенный опять постер с какими-то такими желтыми фоновыми огоньками. Но потом я поняла, что это Амбра. К Амбре мы еще вернемся. Том Форд как-то меня удивил и порадовал. Я ничего не ожидала. Я, как уже сказала, в последнюю секунду заметила, что есть вообще новинка от Том Форд. Но я знала, что что-то выходит, но я как-то в последнее время за Том Фордом не следила. Поэтому Электрик Черри и Смок Черри я снимала обзор и тестировала. Ну вы поняли, эти-то ароматы везде были нашумевшие. И это было начало года. А этот, видимо, подъехал недавно. Кстати, Жасмин Руш стоит на полочках. Не знаю, почему он опять появился. Его не было. Биттер Питч я не видела. А мы знаем, что эти ароматы сняты из производства. Так вот, когда набрызгала стартовые ноты, он такой свежий, фруктовый и что-то такое знакомое. Думаю, что же это, что же это. И поняла, что очень много здесь корицы. Вот прям корица с кислинкой такой. Запах штруделя. Сначала подумала, что здесь, наверное, нет яблока. Но почему-то сразу были ассоциации еды, пирога, тортика. И думаю, штрудель, но тут должен быть какой-то кисленький яблочный вкус. Но потом я услышала яблоко. Потом я услышала вот эту ноту характерную. Так сразу захотелось штруделя. Ну, я немножко голодная. А тут настолько все натурально и вкусно. Не сильно люблю гурманику, прям в парфюмерии. Но здесь прям, ну, очень натурально, как-то так не пошло, что ли, звучит. И не перебарщивает. И бывает парфюмерия с какими-то ягодками, там еще что-то, шоколадом. Но как-то после них мне не хочется там что-то кушать, достать шоколадку. Или ванильный какой-то пирог. Ну, очень редко. Ну, а здесь прям сразу думаю, сейчас бы я съела бы штрудель. Горячий, вкусный, очень шикарно. И эта корица уже на протяжении нескольких часов. Я думала, сначала она уйдет. Но она никуда не ушла. То есть запах штруделя присутствует здесь постоянно. Она свежий аромат, наверное, после того, как я напшикала. Пожалуй, минут, наверное, через 10, через 15 услышала цветы. И здесь было такое звучание, мне очень напомнило биттерпич. Ну, биттерпич, там много белых цветов. И вроде бы как персик. И что-то такое фруктовое. Но биттерпич, он очень яркий, очень мощный. И иногда мне даже как-то сильно перебор, и немножко даже голова болит. А здесь услышала нотки, такую биттерпич же ругали за то, что он такой синтетический, ненатуральный. И там якобы персик и не персик. И почему он так называется? Хотя там вроде бы как какая-то имитация персика. Вот здесь то же самое. Вроде персик и не персик, фруктовость, не фруктовость, цветы. Но нету такого пудрового, яркого, удушающего звучания, как биттерпич. Ну, это что-то разбавленное. Ну, и через парочку часов вот эта кислинка, яблочность, она остается. Корица тоже. Биттерпич я уже особо не слышу. Ну, цветы здесь слышны, но они такие фоновые, приятные. Что же еще поменялось в этом аромате с момента, когда он у меня напшиканный. Но я его наносила только на блотер, на кожу я его не тестировала. В какой-то момент и сейчас, даже если вдыхать, слышны деревяхи. И я так подозреваю, что эти деревяхи такого плана, как в аромате Ebene, Tom Ford, и как деревяхи у аромата Fucking Fabulous. Вот почему-то в воспоминаниях мне сразу вот этот вот такой горький, деревяшечный запах сразу всплыл. Деревяхи, ну, прям очень такие дубовые, ветиверовые. Здесь даже немножко, вот эта горечь, она такая немножко даже кожа есть оттенок, такой замши, немножко такой животинки, ну, очень так слегка и фоново. В основном идет вот такая горькая лесная деревяха, очень приятно. То есть аромат играет, аромат переливается, и раскрывался он по-разному. Мне он понравился. Вот прям захотелось его нанести, и если бы цена была бы гуманная, захотелось его полить на себя, и думаю, вот на лето вообще идеально. В этом аромате смешали много ароматов от Tom Ford, но здесь все так приятно, недушаще. По стойкости не знаю, по шлейфовости не знаю, он стих, но вот эта яблочность, она присутствует, она есть, и оно на границе какая-то яблочность и персиковость, ну, вот что-то такое фруктовое, очень красивое, очень такое носибельное, легкое. Если от Bitter Peach Salie Blanc там очень много цветов и немножко много всего, и бывает, что от них голова болит, то здесь, ну, вообще, вот на эту погоду, вот сейчас приятно. Мне нравится Bitter Peach, мне нравится, что здесь отголоски от Bitter Peach, потому что Bitter Peach не всегда могу носить, и не всегда его хочется носить. А здесь, ну, прям, ну, все, что я люблю в Tom Ford, не скажу, что я прям такой поклонник Tom Ford, но и не скажу, что я прям не люблю этот бренд. Я его, скорее всего, не люблю из-за цены, но, в принципе, у него неплохие ароматы, но это и не является брендом для меня, как бы, самым любимым. Комфортно, статусно, классно, всегда хочется тестировать, всегда хочется покупать ароматы Tom Ford по гуманной цене, и, в принципе, ничего против не имею. И здесь, в принципе, много всяких ароматов, которые меня устраивают в Tom Ford и нравятся. Но Штрудель здесь просто восхитителен. Так это обалденно, так это классно. Не знаю, почему-то меня это не бесит и не раздражает. Хотя за такие деньги купить Штрудель, дешевле пойти купить и Штрудель, и все. Здесь такая еще конфетная нота, но это, наверное, за счет синтетического персика, за счет яблок. Ну, вот эта цветочность, шикарно. Ну, по факту здесь заявлено, по-моему, на фрагрантике 4 ноты. Амбра, да, она есть. Есть такое амбровое звучание в вот этих деревьях. Но не всегда какая-то прогорклость или табачность даже присутствует. Кожа, табачность, что-то есть в этом аромате. Такое фоновое, прикольное. Вполне себе унисексовое, такое терпкое, какое-то дерзкое звучание. Вроде бы как яблоки, корица и цветы и вкусняшки. И в то же время какая-то такая остринка. Очень много тут всего, что я слышу. Вот прям очень много всяких вкусняшек, цветов. Каждый раз его слушаешь, и каждый раз что-то новое в этом аромате открывается. То есть вообще аромат такой, загадка что ли, разгадка. Его хочется слушать, его хочется носить, разгадывать, что же туда положили в пирамиду. Но пирамида действительно многогранная. Это тот вариант, когда заявлено 4 ноты, а слышу я намного больше. Здесь в этом аромате тубероза я ее не слышу. То есть я слышу цветочность, но это больше какой-то жасмин, скорее всего. То, что белые цветы есть в битер-пич. Но никак не тубероза, там, по-моему, голая тубероза, мускус тубероза, амбра и еще что-то в пирамиде. И я была просто шокирована от того, что я совершенно слышу другое. Если бы я брала чисто по пирамиде, я бы ожидала бы аромат какой-то такой древесный, типично туберозный животный. Но он офигенно нежный, он офигенно женственный. Не знаю, как на мужской коже, потому что он очень сладкий и цветочный. Не знаю, захочет ли носить мужчина этот аромат, а тестировали вы его уже и чем он вам пахнет. И я не думаю, что я слышу что-то не то, но я его вот так сейчас слышу. И я просто в шоке, потому что пирамида совершенно не соответствует тому, что в этом аромате. По пирамиде я бы его никогда не купила. Я даже хотела вернуться в следующий раз и посмотреть, точно ли я тон обрызгала. Но я уверена, я точно посмотрела, что это этот аромат. Потому что вообще то, что здесь, где корица, где яблоко. Ммм, вообще вкуснейший аромат. Такой позитивный, такой какой-то обычный, но прям цепляет. Хочется его надеть, поесть вкусного десерта. Класс! Чем пахнет вам новинка от Том Форда? Напишите, слышите ли вы то, что заявлено в пирамиде. Потому что я практически ничего там не слышу. И слышу намного больше. И аромат намного шикарнее, чем заявлено в пирамиде. Вот так бывает. И приятные сюрпризы от Том Форда. Про остальные новинки мы поговорим потом. Тестировала много чего. Что-то мне тут кожаное звучит. Шлифит от руки. И пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. И давайте общаться. И всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока-пока. Ах, вкуснятина. Субтитры сделал DimaTorzok Бегом домой и в вазочку. Такая красота должна стоять максимально долго. Это точно. Субтитры сделал DimaTorzok